Доктор наук в той или иной области должен принимать преподавание как одно из главных применений своих научных знаний. Я думаю, что у всех ученых есть ответственность, которой не все относятся с должным уважением. Они не выражают свои мысли вслух, не хотят встать и заявить оппозиции по одному из этих спорных вопросов. Так что, когда люди говорят, что Лоренц и я, и некоторые наши коллеги выступаем на публике, это лишь потому, что большинство наших коллег просто молча занимаются своим делом, не высказывая публично то, что у них на уме. И я призываю ученых... Знаете, я даже скажу так. Присоединяйтесь к нам на этих баррикадах. Нам одиноко. История, литература, языки, искусство — невероятно важные. Одни из наивысших достижений человеческого вида лежат в области гуманитарных наук. Я горжусь, что отношусь к тому же виду, что Шекспир, Бетховен, Микеланджело. Так что я не имею ничего против желания заниматься именно гуманитарными науками. Изучать их, либо преподавать историю, либо литературу — мне кажется, это все достойно высшего образования и культуры в целом предметы. Но я бы исключил из этой категории теологию. Теология, по-моему, в отличие от других гуманитарных областей, вообще не является дисциплиной. Как сказал Джефферсон, профессору богословия нет места в нашем университете. Но я считаю, мы должны добавить, что профессоры теологии иногда делают чрезмерно полезные вещи в таких областях, как библейская история, библейская литература, критицизм, археология Палестины. Все это достаточно уважаемые темы. Когда я сказал, что теология не является дисциплиной, я имел в виду теологию замещения Троицы и так далее. Это не дисциплина. Но многие профессоры теологии не занимаются такой ерундой. Они работают над настоящими академическими темами библейской истории, литературы и прочего. Продолжение следует...